Глядя со стороны на уверенную игру футболистов, сложно представить, что все они незрячие. Лишь некоторые различают тени и силуэты. Они играют с заклеенными глазами. И абсолютно все в специальной повязке, чтобы уравнять шансы. И это не единственная особенность паралимпийского футбола. Внутри мяча трещотка, а так футболисты могут слышать мяч и ориентироваться на поле. Их глаза – это тренер, который дает подсказки у кромки, и ассистент за воротами. Единственный зрячий игрок на поле – это вратарь. Но и ему непросто отражать прицельные удары футболистов. Этот мяч от Ставропольцев влетел в ворота команды Краснодарского края, хозяев чемпионата России по футболу среди слепых, который в эти дни проходит в Сочи. Всего на турнир приехало 8 команд – Тула, Москва, Ингушетия, Йошкар-Ала, Нижний Новгород. Это очень хорошее представительство. Должны были, конечно, здесь и приехать, но в некоторых регионах средств не хватает. У нас здесь Нижний Новгород, наверное, приехал за свои средства. Но, несмотря на финансовые трудности, футбол слепых активно развивается в нашей стране. Для слабовидящих и слепых – это очень хороший вид спорта. Они развиваются физически и морально. В командах играют не только молодые игроки. Василию Казьмину 52. На Кубань он приехал с Алтая. Слепой с детства, там он много лет тренировал таких же, как и сам ребят. Теперь решил попробовать себя в роли полевого игрока. Играть всегда сложнее. Тренеру больше нервов сгорает, здесь больше здоровья, чуть сгорает. Но нормально. Тренеру тоже сложно. У каждого своя специализация. И каждый, если на ней отдаваться нормально, то будет хорошо. На чемпионате России в Сочи команды будут бороться не только за медали соревнований, но и за попадание в сборную страны, в том числе для участия в чемпионате Европы, который пройдет в августе. Кстати, два года назад на этом турнире наши слепые спортсмены заняли второе место. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.